привет всем друзья сегодня 7 октября 18 год на улице просто замечательная погода почти все время светит солнце ветра практически нету с дубов падают желуди что еще нужно для счастья а я иду проверять морду так мардели осталось не только не прибавилось рыбы но и осталась одна плотвичка то есть остальные свалили а вот еще 2 торчит тоже хотела свалить прикольно не только не попались новые но и свалили старые но это потому что тут тут всегда так сначала ловится а потом нет хух ну интрига сейчас разрешивается итак размотка есть в траву по течению это первое значит что у нас на второй приблизим посмотрим так на 2 без изменений леска намотана карась должно быть гуляет так ну ладно напомню что здесь была плотва это несколько понижает процент ничего не чувствую пока да наверное нет ничего тут запуталась все каким-то чудным образом узлов навязала либо плотва либо щука ну нет ни той ни другой накладно отключаюсь налаживаю все потом подойду к той рогатки и к 3 потом сразу же так начата у нас островная рогатка не работает в чем причина может быть ее на эту сторону поставить а если разница между той и этой страну я думаю нету наверно ни в этом причина карась вполне доволен жизнь муж муж кериться будет что сюда попробую поставить вряд ли он тут кериться но можешь кериться теоретически так размотки нету плотва плавает по верху здесь нет грузика вот это большой минус нельзя стать рогатки без грузика пока на данный момент одна сработка полная размотка но нет ни плату не не щуки не знаю чем это объясняется может быть нет щуки здесь пока на данный момент либо нет клёва ну клев должен быть потому что осень прохладно вот я хочу сейчас пройти посмотреть дальше там у людей рогатки стоят мне просто интересно были ли у них поклевки да вот здесь стоит раз два три четыре пять шесть шесть рогаток у людей это только здесь с такой периодичностью что меня мне даже страшно рыба слишком высоко стоит я не вижу это ротан что ли мне кажется есть три серьезные ошибки это слишком часто рядом ставят рогатки то есть кпд минимальный а трудозатраты большие не проще пройтись еще метров 30-50 и поставить там рогатку потом еще через 50 метров вот второе то что не так глубоко стоит живец то есть поверхности он меньше берет но это по моим наблюдениям не факт что это так конечно вот ну и в третьем ротан это мне кажется не самый лучший живец вот бачок интересный здесь я никогда не ставил может быть есть смысл сейчас прямо поставить так вот я подъехал такому небольшому бачоку это примерно ну метрах в пятистах от того места где я ставлю где наставлены и другие рогатки то есть там у нас довольно таки плотное соседство с человеком причем у него вы видели там целая батарея этих рогаток и я тут вижу такое решение наверное этой ситуации нужно как-то переезжать куда-то другое место в любом случае но у меня есть несколько вариантов три или четыре наверно первое вот здесь попробовать ну с чего я начну то есть я сначала попробую здесь поставить посмотреть может быть еще дальше а единственная проблема этого места что здесь больше спиннингистов и тоже как-то люди раздражаются ну не в том что рыбы меньше а как-то не хотелось бы прям на виду ставить но не важно ради эксперимента поставлю здесь это первый вариант второй вариант поехать еще дальше по речке то есть уехать вообще попытаться уехать куда-нибудь поглубже разведать там места заодно и и про и по поставить там третий вариант на озера можно поехать на озера ну там минусы в том что до них тяжелее добираться до озер и соответственно ставить там надо много снимать тоже много то есть это на пол дня на пол дня работы каждый день а если плохая погода то не особо прикольно ничего материала хорошего не отснять но намерзлися ну зато рыба будет так что тоже вариант хороший мы либо на карьеры поехать там попробовать этом вообще ни разу щуку не ловил но не ставил по крайней мере у нас на карьерах основу карась даратан ну щука тоже есть надо пробовать в общем такие варианты пока я останавливаюсь на том что поставить здесь может быть дальше еще где-нибудь и так ставлю здесь да место шикарно не то что здесь много воды сколько красиво а где красиво там и щука щука может быть тоже любитель красивых мест еще рогатки вот она ну ничего страшного мне это не помешает так здесь поставил ух ты какое здесь место шикарно это да ух ты их ты их ты как это я раньше здесь не ставил да место шикарное что характерно нету вражеских рогаток поставлю такую любимую рогатку здесь конечно не хотелось бы чтоб ее сперли но рогатки нужны для того чтобы стояли ловили щуку они полились дома здесь поставлю большого карася я так говорю прошу меня кричок во рту я оттуда положился по не потерялся так здесь все еще одно изменение у меня будет завершающая скорее всего из маленького острова так сказать и избегая соседства лишнего со своим конкурентом перенесу рогатку туда самое начало стало быть эту рогатку я снимаю и ставлю новую вот здесь вот и так друзья какие сегодняшние действия мои были какие результаты была одна поклевка вообще результатов нету сожалению и в связи с этим я решил поменять тактику суть ее заключается в том что я максимально отдалился постарался максимально отдалиться от своих соперников конкурентов и друзей потенциальных так что я сделал я оставил своих старых местах прежних 3 рогатки там значит две плотвы и один карась на них наживлен и разведал новые места где также обнаружил одну рогатку но я надеюсь она критически не скажет не скажется на результате ее присутствия там я поставил еще три рогатки два карася один из них крупный карась и одна плотва все это должно принести мне завтра результат если этого не случится надо что-то делать потому что это уже 6 рогаток это уже серьезно и они должны приносить результат если этого не происходит значит что-то мы делаем не так всем спасибо кто смотрит всем добра хотел показать еще завершение очень любопытный корешок сейчас хорошее освещение вот это сосна по всему берегу такие сосны стоят с дубами и падают в эту речку оттого здесь разводится довольно приличное количество щук